Добрый день! Здравствуйте! Это Анна Стрелковская с сайта Анна Групп Ру. И сегодня я хочу вам рассказать кое-что интересное. Хочу поделиться с вами интересной информацией о моем городе. Живу я в Санкт-Петербурге, и вот сегодня в пасмурный день, погода не очень хорошая, пасмурно, сегодня я иду на Дворцовую площадь, на самую главную, самую большую площадь моего города. Вот вы видите туристические автобусы, Зимний дворец, там находится музей Эрмитаж, всемирно известный музей Эрмитаж, площадь Дворцовая, потому что тут находится Зимний дворец, слева арка главного штаба, вот это вот здание. Но я вам хочу рассказать вот об этой колонне, вот об этой самой колонне. Колонна называется Александровская колонна или Александрийский столб. Почему вдруг мне пришло в голову об этом рассказать в моей программе? С этой колонной связано очень много интересных цифр. Это самая высокая колонна из цельного камня, самая высокая колонна в мире такого типа. Конечно, есть колонны выше, но из цельного камня это самая высокая колонна. Высота ее 47 метров, даже больше, 47 с половиной метров, 47 метров и еще полметра. А весит она, сколько вы думаете, весит она 704 тонны, то есть 704 тысячи килограммов. И самое удивительное, что стоит она вертикально сама. Там нет дополнительных опор. Ничего ее не удерживает. Колонна стоит вертикально сама. Как вы думаете, сколько нужно было времени, чтобы ее установить? 1 час 45 минут. Ее установили очень-очень быстро, за 1 час 45 минут. А как вы думаете, сколько человек нужно было для этого? Для этого потребовалось, то есть для этого нужно было 2 тысячи солдат и 400 рабочих. То есть нужна была сила 2 тысяч солдат и 400 рабочих, чтобы установить эту колонну. Устанавливали ее 1 час 45 минут, но, конечно, строили ее намного-намного дольше. Ее начали строить в 1829 году и закончили строить в 1834 году. То есть ее строили с 1829 по 1834 год. Ее строили 6 лет. То есть ее построили за 6 лет. Установили ее в августе 1834 года, а еще точнее 30 августа 1834 года. Больше чем 180 лет назад. Более 180 лет назад. Как я вам сказала, очень-очень быстро ее установили, за 1 час 45 минут. Почему она так называется? Почему она называется Александровская колонна? А потому что император Николай I заказал ее в память о победе своего старшего брата Александра I над Наполеоном. То есть колонна посвящена победе в Отечественной войне 1812 года. Создана она была архитектором Монферраном. То есть архитектор Монферран создал эту колонну, создал этот памятник. А наверху вот вы видите ангел. И у этого ангела черты лица императора Александра I. В левой руке у ангела крест, в левой руке ангел держит крест, а правую руку он поднял наверх, поднял к небу. И говорят, что сначала, сразу после постройки, то есть сразу после того, как колонна была построена, люди боялись гулять около нее. Поэтому сам архитектор Монферран каждое утро начинал с прогулки возле колонны. Он каждое утро гулял около колонны. Еще интересно, что после революции, после революции 1917 года, ангела хотели закрыть. То есть хотели, чтобы его не было видно. Но это не получилось. Не смогли это сделать. После смерти Ленина хотели заменить ангела фигурой Ленина. То есть хотели, чтобы наверху был не ангел, а Ленин. К счастью, сделать это тоже не смогли. Тоже не удалось это сделать. Есть еще много легенд, связанных с этой колонной. И, если вам интересно, вы можете прочитать о них в интернете, например, в Википедии. Я надеюсь, что я вас чуть-чуть заинтриговала. И, может быть, вы захотите что-то об этом прочитать. Ну, на сегодня это все. Успехов вам в изучении русского языка. До новых встреч. До свидания.